All About NBA и Перальта представляют Артхаус, разбор второго матча серии плей-офф Бостон-Майами. Начинается все с абсолютно адекватных атак, не правда ли? Тейтум забивает довольно тяжелые броски, Уайт отрабатывает в защите, Кельты в моменте даже ловят кураж. Джейсон с начала игры никогда не волнуется в сложных атаках и берет на себя спокойно, в отличие от концовок. Все это знают. У Джейлина Брауна стоит задача пушить темп, рываться в краску, с которой он тоже справляется. Индивидуально игроки действуют Найс. Кто был на первой игре, которую комментировал и на стриме, прекрасно помнит, что я говорил про Джу Хольде. Его умение работать под кольцом атаки на Тайлера Хиру и не только. Найс работает в лоу-пост, благодаря тому, что большие Бостона с броском, и они с радостью вытягивают своих защитников наверх. Celtics продолжает атаковать краску, и когда там на подстраховке Кевин Лав, то Джей Ти на скорости справляется. Однако за прямой линейность, конечно, тебя накажут, тем более, когда там на подстраховке уже Бэм Адыбайо. И здесь мы как раз плавно переходим к защите Майами. Во-первых, конечно, нужно отмечать зонную защиту, важность коммуникации, взаимодействия и подстраховки Майами Хит, которая выполняется просто на максимум. И вы сами прекрасно видите все эти перемещения. Построение спа Эльстеры предполагает постоянное давление по два человека на игрока, и это, конечно, мешает. Особенно, когда получается делать это активно. Здесь важен тайминг, дистанция, важно держать баланс между своим игроком и игроком, которого ты собираешься дублтимить. Это у Майами получается отмена. Тайлер Хиру и здесь, и там успевает, а Мартин самоотверженно борется на мисс матч и делает это весь матч. Хорошая, самоотверженная, персональная опека делает зону практически непроходимой. А дальше... Дальше будет то, что спровоцировало меня сделать выпуск не похоже ни на один, другой до этого. Просто потому, что подобного на таком уровне игры я еще не встречал. И дело здесь не в защите, которое я сработал, надо признать, великолепно. Дело в другом. Вы сейчас это увидите. Вы увидите, как Эрик Спойльстра, одним мувом, зацикленным на всю игру, повторяющимся, убирает топ-1 контендер лиги. Приятного просмотра. Пикинрол Хиру Адебайо Порзи вынужден стягиваться с нуля, бросая игрока. Туда уже бежит страховать Уайт, бросая Хакис, а Порзи не поднимается наверх и открытый бросок. Пикинрол Хайми Адебайо. Хакис проходит внутрь, стягивает на себя защитника и отдает ближнему, по которому защищался, стянувшийся на Хакиса Уайт. Пикинрол Адебайо Хиру, Порзи не поднимается, Тайлеру легко пройти внутрь. На него стягивается Браун, освобождая Йовича и еще свободные 3. Пикинрол Хиру Адебайо, теперь Хорфорд не поднимается наверх. Браун, у ближайшему, приходится стягиваться, бросая своего игрока. Еще 3 очка свободные. Скидка обратно на освободившегося и здесь ближний, Хаузер, решает в этот раз не подходить. Еще проще. Что-то мы давно не видели Пикинрол Хиру Адебайо. Пожалуйста, Порзи как всегда не поднимается ближний, вынужден страховать, бросая своего и открытые 3 очка. Двойка Хиру Йович, так и назовем. Уайт, ближний, снова вынужден выходить на подстраховку, бросая Мартина, остается только забивать. Скажите честно, устали? Ладно. У Хиру на таком движи как раз уже зажегся хот-хенд. Он практически не выполнял плохих бросков. Очевидно, это работа с Пойльстер по сдержанию его в рамках адекватных решений. Но когда уж полетел, естественно, чуть позволил. Первую половину заканчиваем, но у нас есть лучшие. Вторая. Специально для тех, кто еще не ощутил трагедию Мазулы. На ваших экранах сейчас кадры с 9 минуты 3 четверти. Они идут последовательно. А теперь обратите внимание на кадры с 7 минуты той же четверти. Неужели Спойльстер и его команда лишь марионетки искусственного интеллекта? Ну а иначе как, блядь, объяснить эту слаженность на обеих сторонах? Да-да, мы снова переходим к защите, только уже во второй половине видим сдваивание. Слаженные смены в обороне, подстраховка, все сообща работает. Сдваивание отлично, работают как в момент получения, так и в момент прохода. При мисс-матчах, вот, например, Хиро Порзи, ближний игрок, в данном случае Мартин, маневрирует от своего к Парзингису. Все они работают на этом челноке. Порзи против Мартина Хайми то туда, то обратно успевает. И здесь Кристопса застают врасплох. Пикинрол и мисс-матч на Хорфорде, Робинсон тут же бежит на дабл-тим. Они все знают свою роль и поэтому так быстро реагируют. Плюс, конечно, незабываем о самоотверженности каждого и хорошей защиты один в один. Помните, как в сезоне Робинсон уже останавливал Брауна, также выводя его из себя? Я всегда разбираюсь исключительно по существу, без слов об общении, разговоров, о настроении, но здесь не упомянуть это просто нельзя. Сумасшедшая энергия. А нам пора переходить к той самой трагедии Мазулы, чтобы зациклить этот безумный круг. Потому как продолжается все то же самое, Мазула не реагирует, Хорфорд на дропе, 3 очка. Двойной заслон для Тайлера Хиро Порзингис не хочет подниматься. Еще порядочный заслон от Бэма Тайлеру, но Порзингис и здесь решает остаться внизу. Окей, ты решаешь охранять краску, но что тогда это? Возвращаемся обратно к пик-н-роллам. Стянули Брауна, освободили Йовича. Еще раз, то же самое. Двойка Хиро Адебайо, скидка на ближнего освободившегося. Как там дела? Нормально? Да, да. Давайте еще раз. Пик-н-ролл Хорфорда Адебайо. Ближний Джу вынужден страховать. Скидка на ближнего открывшегося. Я извиняюсь, а это пик-н-ролл Хиро Адебайо с неподнимающимся порзе наверх и вынужденным Джу Хольдем страховать. Скидка на ближнего 3 очка? А это то же самое, только в другую сторону движения. Я правильно понимаю? Ой, наконец, Мартин поверил, что он на мисс матчей и просто один в один решил обыграть? Не вышло? Ну его нахуй, давай наше. Пик-н-ролл Хиро Адебайо в порзе на дрог и уайт. Вынужден бросать Мартина, чтобы подстраховать. Он страхует. Мартин один, скидка ближнему. 3 очка. 30 секунд остается. Спойльстра долбит одно и то же. Мазула не подстраивается. Пиздец.